Большой залитый солнцем мегаполис, полный славы, веселья и пробок в час пик. В этом городе блеск и упорство, полным людей, которые вечно болтают и куда-то спешат. Только вам решать, кто вы и какой будет ваша история. Добро пожаловать в Лос-Ан-Егос. И, возможно, для кого-то это, друзья, станет сюрпризом, а кто-то уже знает, но Лос-Ан-Егос это Лос-Ан-Джелес, его уменьшенная копия. Я бы сказала, совсем уменьшенная, но, тем не менее, карта просто огромная, лотов на ней огромное количество, поэтому мы будем с вами смотреть все быстро. Итак, что же из себя представляет Лос-Ан-Егос? Давайте, как всегда, начнем с того, что мы с вами поговорим по установке. И, кстати, да, я забыла представиться, я Кристина. Давайте смотреть установку. Мы будем скачивать Лос-Ан-Егос IP Edition, то есть Island Paradise, с русификацией. Видите, здесь это единственная русифицированная версия, которую я нашла. Я вообще не знала, что кто-то русифицирует в городке. Оказалось, да, это делается. Вот здесь это все можно скачать на этом сайте. Также я думаю, что если вы просто вобьете в Google Лос-Ан-Егос Sims 3 скачать, вы найдете кучу других сайтов, откуда можно его взять. Единственное, что там будет, наверное, без русификации. Также есть разные версии для ShootTime, для Sumeric. И не у всех установлен, да, Island Paradise. Кто-то играет без него. Вы можете также скачать любую другую версию. Я смотрела в службе обмена, что он конкретно, да, предлагает, выкладывает, уточняла здесь по количеству лотов. Видите, 89 жилых участков, жильцов 114, огромное количество на 33 занятых лотах. И 68 общественных участков, городок большой. Также посмотреть, вот эти все версии, они тоже есть в доступе здесь, есть в доступе на всяких разных других ресурсах. Также по поиску просто они легко находятся. Также есть еще Angel City. Это такая лайт-версия, которую автор создавал для того, чтобы те, у кого более слабый ПК, тоже могли поиграть в Лос-Анджелес. То есть Angel City это уменьшенная версия Лос-Анегаса. А теперь давайте смотреть сам городочек. Я вам оставлю вот эту ссылочку в описании, да, на службу обмена оставлять не буду. Ну, я думаю, что там это все, в принципе, легко найти можно. Также здесь в этой раздаче, друзья, будет идти загрузочный экран города, который можно положить в папку mods. И, в общем-то, как это сделать? Вот здесь есть отдельный гайд, да, как выглядят эти экраны, да, что они из себя представляют. Здесь самые разные есть, и нам вот один из них предлагается. То есть это если вы хотите заменить экран, который у нас есть предустановленный, да. То есть вот эта ссылочка здесь тоже есть, можете по ней вот здесь пройти и посмотреть, что там находится, скачать то, что вам нужно. Вот этот экран для Лос-Анегаса, он идет уже в раздаче. Окей, все, установили, переименовали файлик. Если вы захотели, я, честно говоря, вот это не переименовывала. У меня он так и называется, но у меня вообще-то мало важно для меня. Итак, друзья, давайте посмотрим на сам город. Город у нас расположен вдоль залива Санта-Моника, насколько я понимаю, да, хотя я не была там, я могу ошибаться. И там все достаточно интересно, потому что сам город когда-то был разрозненными населенными пунктами, которые срастались, да, между собой в один большой город. То есть, если мы будем рассматривать вот эти районы, то есть, да, мы должны где-то понимать, что когда-то это были даже разные города. То есть, город сам оригинальной протяженностью идет с запада на восток, соответственно, да, в ширину он идет протяженностью 47 километров, если я правильно запомнила. И сверху вниз, если мы будем смотреть на его протяженность, это будет 71, друзья, километр. Представляете, 71 километр в длину. То есть, ну, понятно там, что учитываются там какие-то, то есть, он не квадратный, да, понятно, что у него там немножечко другая форма. И понятно, что в его состав входят и какие-то другие там более отдаленные поселения. А вообще, есть просто город Лос-Анджелес, есть агломерация огромная, огромный просто протяженностью, там порядка 200 километров. То есть, это, ну, как если мы будем брать Петербург и Петербург с Ленобластью, да, то вот так же примерно есть маленький Лос-Анджелес и есть вот это все, ой, есть вот это все огромное. Ладно, давайте с вами смотреть и выделять какие-то районы, разбираться вообще на что мы с вами смотрим, смотреть, какие там живут семьи. Давайте начнем с чего-то очень хорошо известного. Вот примерно здесь у нас расположен пирс. Я так понимаю, что это Санта-Моника, да, и где-то здесь у нас находятся голливудские холмы. Вот у нас надпись Голливуд, видите, вот она, условно, это надпись Голливуд. Соответственно, можно предположить, что если здесь у нас Голливуд, то здесь у нас где-то западный Голливуд, вот здесь у нас, ну, ориентировочно, условно говоря, Беверли-Хиллс, вот где-то тут, да, должно все это быть в этой части. И здесь у нас много-много высоток. Можно сделать вывод, что это у нас даунтаун, да, здесь. Это, по всей вероятности, ну, я не знаю, здесь, смотрите, какие семьи, Санчес, Чавес, Ральстон. То есть, ну, очевидно, это бедные кварталы, но какие, непонятно, потому что я здесь искала известный Южный Централ, я его не нашла. Ну, в общем, трудно сказать, где он здесь. Ну, по идее, где-то здесь вот должно все это быть, но оно как-то выпадает, да, вот это самые нищие, наверное, районы. Вот здесь еще есть проекты, вот здесь, может быть, вот где-то, где проекты, свалки, где-то здесь подразумевается, что он у нас есть. Хотя его здесь, я серьезно, я не нашла. Я не нашла, я здесь нашла много латиносов, но я почти не нашла здесь загорелых парней. Кстати, по населению в самом Лос-Анджелесе их реально 10%, только порядка 50% от населения именно вот латиносы всякие, да, вот с таким смугловатым цветом кожи, и белых там порядка 30%. Всего едем дальше. Здесь у нас, друзья, смотрите, Дисонеленд. Я вам покажу пока на большой карте все, да. Здесь такие не очень большие домики, да. Будем сейчас семьи разглядывать. И вот это у нас, смотрите, сейчас скажу, вот это Ньюпорт. Здесь Ньюпорт, район Ньюпорта. А это район, пляжи здесь уже идут, сейчас, чтобы точно сказать, Тихоокеанское шоссе, да. Лагуны Бич, здесь Лагуны Бич. И еще один пляж, не помню его название. В общем, здесь вот сюда уезжают от города, насколько я поняла, более обеспеченные семьи. То есть в центре города, друзья, жить не модно и не круто, потому что там, ну, во-первых, трафик, да, во-вторых, там не очень хорошая экология, очень много туристов, ну, довольно грязно. Здесь вообще где-то вот есть еще, предположительно, бомжей, которых мы, конечно, в обзоре не увидим. Но здесь, вот в этом районе, в районе Беверли-Хиллз и в районе западного Голливуда, как раз-таки более-менее пригодные для жизни районы, и все более-менее состоятельные семьи, и в том числе звезды какие-то, они живут в этих местах. Они не живут в самом городе. Давайте проверять, так ли это. Заглядываем сюда, то есть Лагуна-Бич примерно. Смотрим, кто здесь живет. Так, кто это такой? Всемирно известный хип-хоп-исполнитель и всемирно известная R&B Дива. Посмотрите, вот здесь семья. Возможно, мы залогинимся за них, посмотрим их виллу, да, посмотрим, что там. Давайте смотреть дальше, кто еще живет в районе в этом. Видите, здесь относительно элитная недвижимость. Есть вот домики попроще. Мы сейчас смотрим домик попроще. Обратите внимание, белый мистер и миссис Бумгарнер. Кстати, не знаю, откуда такая фамилия. 40% населения реального Лос-Анджелеса – это друзья-эмигранты. Возможно, это семья эмигрантов откуда-то тоже, да. Фредриксон. Фамилии-то какие, да? Такое впечатление, что там реально мультикультурный, мультинациональный создан для нас городок. Смотрите, тоже бабушка с дедушкой. Что там сказано? Непонятно, что сказано про них. Сидят в своем доме, наслаждаются компанией друг друга. Мечтают о скалах в Южной Америке. Ну, какие скалы им, боже мой, они уже... С них песок сыпется. Окей, посмотрите. Анчелотти. Ну, явно по фамилии это какие-то иностранцы. Он полицейский под прикрытием, она тусовщик под прикрытием. Очень странно. Окей. Странные семьи здесь живут. Хадсон. Девушка с собачкой. Блондинка загорелая. Посмотрите, какая прелесть. Хадсон и молодая пара. Не поняла. А в этой паре второй где? Получившая известность среди подростков благодаря популярному драматическому сериалу Эмеральд Бич. Правдивый округ Ред. Да, кстати, вот этот вот район здесь называется Эмеральд Бич. Давайте, друзья, покажу вам карту оригинального Лос-Анджелеса. Посмотрите, мы сейчас с вами находимся. Примерно вот то место, которое мы изучаем. Вот Ньюпорт, да, он чуть повыше, я вам его показывала. И мы сейчас находимся в районе вот примерно Лагуны Бич. Предположительно, находимся вот в этом районе. Сейчас мы на него смотрим на нашей карте. Окей, ну, предположительно, что мы находимся здесь. Почему я так решила? Потому что вот это как раз-таки пляж Сан-Климента. Посмотрите, если мы будем смотреть на карту Лос-Анджелеса. Да, вот Сан-Климента. Мы увидим его внизу. Вот здесь есть реально такое место. Вот. Но далеко не все здесь совпадает. Потому что, видите, здесь Сан-Климента уже как бы это не из карты. Даже если мы вот так повернем, что здесь абсолютно непонятно. Посмотрите, здесь мы видим какую-то такую зону, похожую на элитный какой-то жилой комплекс. Здесь, очевидно, находятся поля для гольфа. Но я так думаю, что это поля для гольфа. Мне кажется, что это они. И здесь у нас живут две семьи в Palm Springs. Это семья Шепард. Известный спортсмен. Да, ну понятно, если здесь гольф, то почему бы не быть здесь спортсменом. И семья Су, которые переехали с небольшой деревни Шанг-Симлы в Китай благодаря предложению о работе. То есть вот здесь они тоже живут в отдалении. Да, в таком. То есть интересно. Давайте дальше посмотрим, что мы здесь видим еще. Район Ньюпорта. Здесь Диснейленд. Здесь какие-то достаточно бюджетные, судя по виду, домики. Посмотрите, здесь Корона Дель Мар адрес. Кстати, такое название тоже есть в реальном Лос-Анджелесе. Давайте его найдем. Я его точно видела. Вот, смотрите. Вот здесь у нас есть рядом с Ньюпортом. Вот здесь есть Ньюпорт Бич, Корона Дель Мар. Вот видите, картиночку. Можно посмотреть, как это выглядит. Ну-ка, давайте дальше смотреть. То есть вот этот тип Корона Дель Мар. Окей, Сузуки семья здесь живет. Сузуки приехали из Японии несколько лет назад из-за перевода Хошу на новую работу после приезда. У них родилась красивая дочь. Ну, в общем-то, которая выросла в американской культуре и ничего не знает о своей древней культуре. То есть они живут вот здесь, в этом крутом месте. Интересно. Здесь живет семья Перес. Это два друга, соседи по комнате. В общем-то, я так понимаю, что они живут в каком-то не очень дорогом доме. Я думаю, что это какой-то многоквартирный. Там может быть даже дом. То есть тут все очень прилично. А здесь вот прямо через дорогу, посмотрите, через мост начинаются какие-то стрёмные дома с латиноамериканскими семьями. Домики маленькие. Такой, смотрите, достаточно бедный квартал. Давайте читать. Дженнис и Роланд усердно работали, чтобы дать своей дочери прекрасное детство. Но с тех пор, как она выросла, Мария подружилась не с теми людьми. Сможет ли Мария улучшить свою жизнь с новорожденным в доме? О, божечки. Представляете, какая тяжелая судьба уже у девушки здесь. Окей, смотрим дальше. Чавес. Семья Чавеса молчаливая. Обычно занимается своими делами. С момента рождения Цезаря Мария отказалась от своей мечты стать знаменитой. Когда Цезарь поступит в колледж, сможет ли она вернуться к своей мечте? Друзья, если Мария это вот эта огромная женщина, я не знаю, сможет ли она вернуться к своей мечте. Я вам сразу скажу. Ральстон. Семья Ральстонов живет в Лос-Анегасе 1955 года. То есть они гордятся этим фактом, всегда жалуются новым соседям. Как сильно район изменился к худшему с тех пор. Ну, возможно, там, когда они заселялись в 50-х, здесь еще не было такого. Но вообще они живут в достаточно опасном районе. И, по-моему, это бабушка и дедушка темнокожие. Да, я правильно вижу? Окей, давайте посмотрим, предположительно, даунтаун. Да, в даунтауне как бы не очень круто жить, на самом деле. Здесь живет какой-то парень. Про него ничего не сказано. Просто парень. И здесь живет семья Чу, которые тоже приехали, чтобы добиться успеха. Да, вот здесь две квартиры есть. Малхолланд Драйв. Что-то очень знакомое, но не могу сейчас сообразить. Давайте сейчас покрутим. Что это такое? Это у нас уже, получается, западный Голливуд. И холмы Барли Хиллс, и западный Голливуд. То есть это все вот тут, да, у нас. То есть это богатая семья. И здесь живет, смотрите, солист Горя. Какой-то известной группы. Так, быстро, быстро. Уже время. Смотрим только семьи. Уже времени прошло, наверное, минут десять. Так, хорошо. Давайте не будем сильно много времени уделять. Здесь живут, друзья, звезды. Звезды, всякие звезды. И вот здесь какой-то такой, видите, райончик. Он тоже достаточно, то есть, жилищный комплекс. Видите, Сан-Федерико. Третий дом в тракте, второй дом в тракте. То есть я так понимаю, что это какой-то элитный квартал жилья. Так, и что мы еще не посмотрели с вами. Вот здесь у нас есть, посмотрите, виноградники. Но они реально есть здесь, виноградники. Есть в отдалении от Лос-Анджелеса. Там порядка двух часов на машине. Я верю, что это два часа три на машине сюда ехать. И здесь, посмотрите, в отдалении есть тоже такой, как бы, как отдельный городок. То есть переулок Мохавы, да, в честь пустыни Мохавы. Прикольно. Ну, и здесь тоже есть какие-то более такие, скажем, небогатые классы. Единственное, что здесь вот живут ланкастеры, которые выращивают овощи, да, в засушливую пустыню. Я так подозреваю, что они тоже выращивают здесь и виноград в том числе. Да, то есть я здесь уже не читаю. Вы посмотрите сами. В целом идея ясна, да. Здесь у нас живут более такие семьи, ну, необеспеченные. Здесь у нас живут элитные семьи. Здесь у нас живут бедные семьи, да, вот эти небогатые. И здесь тоже, в общем-то, семья таких достаточно эспарса, видите, то есть испанцев, мексиканцев, горячих. Здесь у нас идет на увеличение. И здесь у нас опять живут богатые семьи. То есть идея понятна. Окей. Давайте выберем кого-нибудь и посмотрим. Давайте посмотрим вот на эту. Я хотела посмотреть поп-диву, Рен-Би, вернее, диву и поп, кого там, хип-хоп исполнителя. Вот. Давайте за них зайдем, посмотрим, как выглядит их замечательная вилла. И начнем, собственно, постепенно продвигаться по самому городку. Начинает Эмеральда Бич, так называемого, который на самом деле лагунный бич. И поедем по пляжам в сторону Санта-Моники, туда будем все смотреть и сравнивать, действительно ли это все так, как оно должно быть. Давайте посмотрим на, как это все выглядит. Выглядит классно. Посмотрите, как красиво. Действительно, это, знаете, вот те виллы, которые, если мы посмотрим Тихоокеанское побережье, там на фотографиях, еще где-нибудь, да, вот именно примерно так мы это все увидим. Очень красиво. Смотрите, как классно. У них прямо здесь свой личный пляж, можно сказать, да. Смотрите. Выглядит круто. Давайте заглянем в дом. Ворота, да, с выходом на дорогу. Машина стоит. Классно, мне нравится. Давайте смотреть дом, что он из себя представляет. Ну, как вам сказать. Прикольно. Это выглядит прикольно. Мне нравится, что здесь много места. Когда ты играешь, особенно если ты играешь, да, любишь там делать красивые скриншоты, то очень круто, когда есть пространство, есть куда откатить камеру, отдалиться, да, чтобы красиво все заснять. Довольно интересный домик, курительный аппарат. Смотрите, какой у них тут лаунж. Вот, окей. И не задерживаемся. Быстро-быстро здесь проскакиваем. Ох, ничего себе. Здесь уже мужчины в трусах целых два купаются. Здесь как-то все внизу интересно у них, да. Они здесь, видимо, занимаются творческой своей деятельностью. Ну, прикольно, прикольно. Хорошо, посмотрели дом вот этих звезд. Едем дальше в какие-то особо интересные дома. По возможности мы будем заглядывать, заходить. Общественный лот тоже будем смотреть. И едем дальше в следующий домик. Он пустой, здесь никто не живет. Это тоже, видите, вилла, которая у нас рядом с побережьем. Давайте заглянем внутрь. Ну, не знаю, вам как эта вилла. Ну, мне не очень нравится конкретно эта. Мне все равно, кто к вам пойдет в гости. Нет, эта вилла мне не нравится. Хотя она, в принципе, прикольная. Видите, по-моему, это выглядит прикольно. Но мне не нравится. Так, хорошо. Едем дальше. Смотрим что-нибудь еще. Парк для выгула собак. Я не во все домики, друзья, скажу, сразу буду заглядывать. Потому что если я буду заглядывать во все, мы с вами не уложимся в 2 часа. Смотрите, как прикольно выглядит парк. Я не знаю насчет собак. По-моему, здесь гуляют дети. Но все равно это выглядит здорово. Давайте заглянем вот этот маленький, небольшой такой, да, жилой квартал. В принципе, похоже. Похоже, знаете, это похоже на то, что я видела. То есть в игрушках, конечно, в реальном Лос-Анджелесе я не была. Но если брать тот же самый GTA, если брать ватч-догов, да, где Сан-Трансиско нам показывают примерно, да, переделанные. Там действительно вот вдоль побережья есть что-то похожее. Это выглядит прикольно. Заглядываем. Вот. Ну, слушайте, классно. На самом деле жилье такое, да, я думаю, что оно в меру дорогое. И, в общем-то, достаточно красиво все это выглядит. То есть такой уверенный средний класс, да, будем так это считать. Конечно, тесновато домики стоят, но, в общем-то, неплохо, знаете, неплохо. Вот. И здесь же через дорогу уже что-то более такое классное есть. Посмотрите, здесь тоже виллы. Давайте посмотрим мельком сюда внутрь, заглянем. Ой, что это такое? Это точно виллы? Это похоже на какой-то отель, да, друзья? Здесь я не на виллу, похоже, больше на какой-то отель или студенческое общежитие. Что это? Ой, я не знаю. Так красиво сверху, а внутрь заглянула, аж ужас прям. А это что? Ой, ну тоже не знаю. Мне кажется, с такими виллами еще работать и работать, если честно, знаете. Давайте посмотрим что-нибудь. Вот спортзал, например. Давайте заглянем в спортзал. О, спортзал на открытом воздухе. Посмотрите, с видом на пляж. Ого, прикольно. На самом деле в реальном Лос-Анджелесе очень крутая погода. Там всего, условно говоря, если мы возьмем неделю, да, за год в среднестатистическом варианте, то только один день в неделю будет идти, ну, не очень хорошая погода, будет идти дождь, а все остальное время будет солнечно и тепло. И там порядка 300 хороших дней в году. И только там 60 с погодой не очень. Дожди там идут в основном в феврале и в марте, если я правильно запомнила. И, в общем-то, погода даже зимой там порядка плюс 12. То есть, очень у них мягкая, хорошая зима, комфортный воздух, не такой влажный, как у нас. Даже жара в нем ощущается легче. Слушайте, смотрите, какая красота. Вот ощущение реального нахождения. Собачка плавает в бассейне, друзья, смотрите, собачка плавает. Принцесса зовут собачку, представляете? Вот. Ощущение реального, вот как будто ты там находишься. И даже, смотрите, так классно за счет вот этих всех огоньков. Даже в темноте все прекрасно видно. Давайте смотреть. Я хочу заглянуть сюда. Что это? Это жилой дом, да? Это, видимо, тоже он пустой. Ну, мне не очень нравятся эти дома. Я вам сразу скажу. Они, в принципе, прикольные, красивые. Но внутри, на мой взгляд, они какие-то немножечко пустоватые. Раз у нас настал вечер, давайте посмотрим ночные клубы. Да, что мы можем в ночное посмотреть. Давайте заглянем сюда. Слушайте, как классно выглядит. Мне нравится. Вот внешне мне очень нравится. И, кстати, внутри клуб тоже классный. Посмотрите, в нем сохранен национальный, я бы сказала, мексиканский. Да, наверное, даже колорит. То есть, вот такое вот. Здесь повеяло Мексикой, Южной Америкой. Это прикольно. Понятно, что откуда что берется, да? Откуда зародился этот город. Вы же знаете, да? Что до определенного года, до, как он там, мексиканской войны, Лос-Анджелес относился к Мексике. Он не относился к Соединенным Штатам. Потом он перешел к Соединенным Штатам. Поэтому здесь очень много именно латиносов, всяких мексиканцев. То есть, больше, чем, я уже говорила, больше, чем белых людей. Давайте смотреть здесь. Это кафешечка, да? Давайте заглянем внутрь. Слушайте, у меня вот общественные места мне нравятся. Посмотрите, как классно. И такие, да, как будто историческая картинка. Кстати, картинки из Монте Висты сюда очень даже, как ни странно, органично вписываются. Посмотрите, это очень прикольно выглядит. Это прикольно выглядит. Так, хорошо. Мы с вами так вот этот райончик, да, осматриваем. Давайте заглянем вот сюда. Что это библиотека? Что это за здание такое? Ну, кстати, прикольно. Как красиво, друзья. Какая красота. Небо у меня замена стоит, по-моему. Я ее не удаляла. Наверное, у вас будет не такое красивое небо. Но посмотрите, как красиво. Ой. Так, все, заглядываем в библиотеку. А то я тут сейчас своими восторгами займу ваше время в несколько раз больше. Библиотека, как библиотека, очень даже вполне себе годная. Так, здесь мы быстренько посмотрели с вами, да, не затягивая. Вот в этот бар. Давайте заглянем на побережье. Прямо он, смотрите, расположен. Какой красивый обзор. Здесь прямо рядом пляж. На пляже. Видите, какая красота. На пляже будка спасателей. Я бы хотела здесь, знаете, карьеру спасателей покачать. Наверное, было бы интересно. А здесь вот что-то такое играть. Даже не знаю. Хотя. Ой, какой бар красивый, друзья, посмотрите. Нет, реально колорит, по-моему, получилось передать. Вот у автора. У автора получилось передать колорит самого города. Да, мне кажется, это так и должно как-то выглядеть. Ну, на мой взгляд, я смотрела всякие разные обзоры на сам Реальде Лос-Анджелес, да. И мне кажется, это получилось. Давайте заглядывать дальше. Вот сюда. Это общественный бассейн. И домики мы здесь посмотрим чуть позже. Сейчас мы отправляемся в клубы. Раз у нас ночь, мы отправляемся изучать ночную жизнь города, так называемого, да, якобы Лос-Анджелеса, Лос-Анегаса. Давайте смотреть здесь. Что это такое? Здесь у нас должен быть клуб. Окей, где? Где клуб? До часу ночи. Ну, а где он? Я хочу посетить его. Давайте подождем, пока наш друг доедет сюда в этот клуб. Давайте пока посмотрим другое что-нибудь. Что еще у нас работает только ночью? Вот этот бар, смотрите, до двух часов ночи работает. Давайте заглянем, где бар? У-у-у! У-у-у! Какая красота, друзья, посмотрите! Ой, вот это красиво, посмотрите! Как красиво! Ух ты! Вот это круто выглядит, мне нравится! Посмотрите, какой красивый бар! Это что, еще не все? А, ну и здесь, понятно, шикарное фойе с лифтом, да? Ну что, а наш друг приехал в клуб, да? Вот, смотрите, теперь мы можем, наконец, посмотреть на клуб, друзья. Вот как выглядит клуб. Здесь есть сцена. Здесь есть караоке. Вот, ну, в принципе, прикольно. Есть высший этаж, нет? Нет, этажа нет второго. Окей. Мы посмотрели здесь, вглянули здесь. Заглянем еще, что мы не можем посмотреть днем, только ночью. Давайте смотреть. Вот это бульвар. Бульвар Санцет! Вот ты где, бульвар Санцет! Интересно, здесь есть Алия Звезд? Хотелось бы понять мне это тоже. Наверное, вот она! Смотрите, вот она, настоящая! О, боже мой! Я думала, здесь не будет Алия Звезд, но, посмотрите, ее нам сделали. Вот она! Я думала, нам не сделают здесь Алия Звезд. Давайте посмотрим, как выглядит клуб внутри. Посмотрите, здесь есть какая-то вип-зона с вышибалой. Но это прикольно, на самом деле, что здесь это все нам сделали. А сейчас мы повнимательнее посмотрим на этот бульвар. Что здесь есть еще? Ну, это прикольно выглядит. Смотрите, здесь есть кинотеатр. Да, я согласна с тем, что здесь для него самое место. Голосчеш, ты, извините. Я согласна, что здесь для него самое место. Посмотрите, как классно! Вот эти все постройки, они рядом. Да, это очень удачно. Автор здесь все организовал. Что здесь есть еще? Посмотрите, спортзал, комиссионный магазин. В бар мы заглянули, да, и театр, понятно. Давайте заглянем в комиссионный магазин. То есть, вот это магазин. Ну, будем считать, что это магазин сувениров. Ну, рядом с Алией Славы, да. Магазин сувениров. Ну, кстати, это так и выглядит, на самом деле, как магазин сувениров. Окей, прикольно. Вот здесь спортзал находится. Давайте заглянем в него. Ага, такой элитный спортзал, да, типа, которому занимаются звезды. Ой, как классно выглядит здесь вот это на доме афиша уместно. А что это за дом? Что это такое, друзья? Интересно. А, это кроличьи норы. Видите, офисы. Здесь ничего нет. Здесь салон стилиста. Заглянем. И рядом с ним клуб. Пока у нас ночь. Опять же, мы это все можем смотреть. Ну, кстати, Лос-Анджелес, он же Лос-Анджелес, ночью очень даже прикольно выглядит. Смотрите, Алия Звезд здесь продолжается. Вот он, салон стилиста. В ночное время, да, может быть, свет включим. Вот, давайте при свете посмотрим салон. Ну, и все, он такой простенький. Да, и здесь, смотрите, продолжается. То есть, чтобы мы с вами не запутались, где у нас Бульвар Сансет заканчивается, где он начинается. Здесь для нас все это сделано. И посмотрите, здесь вот этот клуб, он внизу. Внизу, посмотрите, какая красота. Это элитный клуб, здесь тоже стоит вышивала. Видите, всех сюда, конечно, не пустят, да, кого угодно. Смотрите, здесь какая красотища. Ой, ну, прикольно. Это типа элитный клуб. Единственное, что я не вижу здесь особых каких-то там мягких сидушек комфортных. Но, ладно, допустим. Пусть так, здесь внизу уже ничего нет. Наверху тоже ничего нет. Ну, прикольно. И вот, смотрите, вот все это идет. Получается вот это вот Бульвар Сансет. А пока давайте продолжим осматриваться. И что же такое красивое мы с вами можем посмотреть ночью. Смотрите, пирс Ньюпорта. Посмотрите, мы с вами были в Ньюпорте, да. А давайте посмотрим на пирс. Здесь у нас можно, я так понимаю, взять катер. Ну, условно говоря, да, это катер. Будем считать, что это яхта. И прокатиться. То есть, вот так выглядит само устройство этого пирса. Посмотрите, там, кажется, столик, да, для игры в теннис, мне кажется. Или это он? Обалдеть. Есть телескоп, чтобы можно было наблюдать. Доски для серфинга, да, там внутри. То есть, вот такая красота. Здесь мы уже смотрели, да, торговый центр. Торговый центр. Что, настоящий, что ли, открывается? Да. Вы поглядите, какой торговый центр с буллингом, ребята. Ой, как я его? Я его чуть не пропустила. Вы представляете? Вот он выглядит, как обычная кафешечка, да, здесь, рядом с Диснейлендом. Давайте заглянем в Диснейленд. Это такой чисто декоративный момент. Диснейленд у нас состоит из крольчих нор. Но сам факт. Друзья, поглядите. Давайте опустим камеру. Мы сейчас с вами посетим его. Посмотрим, что внутри. Посмотрите, как это выполнено. Ну, довольно-таки реалистично. Хотя, да, согласитесь, что это просто норы, скопление нор. Но как же это круто выглядит внутри, да. То есть, это такой, получается, как парк, где можно, в общем-то, погулять и провести какое-то время. С детьми. И у меня, кажется, уснули симы. Камера начала быстро крутиться, да. Давайте заглянем внутрь. Здесь что-то есть? Нет, здесь ничего нет. Там дендрарий, что ли, да. Да, там дендрарий, можно в нем поискать феи. В общем-то, здесь больше, видите, в Диснейленде ничего такого нету. Но тут только погулять можно, да. Погулять, походить. И, в общем-то, здесь вот есть какие-то как типа, как развлекательные места. Смотрите, здесь можно поиграть, да, во что-то. Ну, кстати, прикольно выглядит. Больше не во что здесь поиграть. Больше такого ничего нет. Нет, нет, нет. Ну, ладно, окей. Здесь мы посмотрели, торговый центр мы посмотрели. Прачечная. Давайте заглянем, почему бы и нет. Почему бы нам не заглянуть в прачечную. О, ничего себе, посмотрите, собаки. Друзья, собаки, они играются здесь. Это прикольно. Глянули в прачечную. И это башни Вольт. Башни Вольт. Это баскетбольная, я так понимаю, площадка. Но почему-то она без баскетбольных колец. И посмотрите, мы с вами оказались в том районе, где жили вот старички загорелые. И куча-куча всяких разных мексиканцев. Давайте посмотрим. Вакантные здесь домики и заодно поглядим дома этих жителей, которых мы видели. Давайте позаглядываем, как это все выглядит в эти дома. Вот здесь кто-то живет. Заселенный дом, посмотрите. Это семья, да, большая. Это семья Санчес. Едем сюда, смотрим здесь. Слушайте, выглядит похоже. Выглядит похоже. А еще, кстати, есть такая тема, что Лос-Анджелес город горизонтальной застройки. Что в нем реально мало небоскребов. Они есть только в даунтауне. А во всех остальных зонах, в общем-то, их и нет, этих небоскребов. Город такой достаточно плоский, да. Смотрите, здесь живут старички, да, вот эти. И у них, смотрите, кошки, птицы. Кого так и нет. Ну, кстати, давайте, раз уж мы здесь находимся сейчас внизу, по самому району, немножечко проедемся камерой. Посмотрите, как это выглядит. Ну, это, конечно, не Южный Централ. Хотя, в общем-то, это могло бы им быть технически. Ну, так, есть, есть. Есть что-то такое в атмосфере. Посмотрите, какая там свалка, ребята. Посмотрите, мы на нее, конечно, сейчас заглянем. И обратите внимание, здесь же свалка. А здесь, удивительно, рядом съемочная площадка. Посмотрите. Но давайте будем реалистами. Конечно, здесь никакой съемочной площадки технически быть не должно и не может. Потому что, ну, что она будет делать в таком районе, да. То есть, казалось бы. Давайте заглянем вот сюда. Здесь у нас проекты. Вот это проекты. То есть, по идее, такое гетто, да, должно быть. Ну, проекты – это социальное жилье, да. Давайте посмотрим, что здесь нам предлагается. Ну, вот здесь можно арендовать одну, видите, одну квартиру. То есть, все остальное для нас недоступно. С веревкой на улице между пальмами. Забавно. А это что? Купить продукты. А это магазинчик, да. То есть, он закрытый. Вот здесь есть какие-то еще домики. Давайте посмотрим, можно ли здесь заглянуть внутрь в них. Посмотрим, как это выглядит где-то внутри. Ага. Посмотрите, какое там кресло стоит. Вы обратили внимание? Смотрите, из ящиков. Давайте здесь посмотрим с мусорными кучами, что тут внутри. Да, видите, это такое уже как бедное жилье достаточно здесь. Ну, прикольно. Так, с 12 до мы пока еще туда не можем заглянуть. Здесь у нас порт. Ну, очевидно, да, какой-то порт. Но нет никаких судов, ничего нет. Пляж еще один, посмотрите. И это уже мы находимся на пляже, друзья. Это Санта-Моника. Давайте посмотрим, как выглядит этот причал. О, давайте сейчас покажу вам его на карте, на реальной, куда мы заглядывали. Мы были в Ньюпорте. Теперь мы находимся вот здесь, в районе Санта-Моники, на пирсе Санта-Моники. Вот он, посмотрите, как он выглядит. Видите, там есть колесо обозрения. В принципе, для Sims 3 можно скачать колесо обозрения дополнительно. И установить его где-то здесь, на этом пирсе. Но, в общем-то, автор постарался сделать так, чтобы мы могли обходиться с вами без этого колеса. То есть, технически, вот сюда, здесь вот этот вот для скейтинга, вот эта зона. Технически, вот сюда можно установить колесо, и оно будет здесь стоять. Можно все это здесь оформить. А можно оставить как есть. В общем-то, нас не обязывают к использованию доп-контента. Посмотрите, вот эти флажочки, они есть в реальной жизни тоже на этом пирсе. Это довольно забавно выглядит, очень даже мило. Давайте посмотрим, что это за здание. Открываются ли они? Открываются ли эти здания? Можем ли мы заглянуть внутрь? В этот домик нет. Это потому что, что кроличья нора? Ну-ка. Да, это салон красоты, книжный магазин, это кроличья нора. А вот этот домик открывается, и там у нас внутри, посмотрите, друзья, есть каток для того, чтобы здесь кататься на роликах, дополнительно развлекаться. И здесь есть парковка. Здесь в реальной жизни тоже есть, на реальном пляже тоже здесь есть парковка. Она, конечно, несколько больше, но тем не менее, сам факт, что она расположена именно здесь, это, друзья, прикольно. Сейчас я вам покажу еще дополнительно Санта-Монику, как она выглядит в Лос-Сантосе из ГТА. Ну, в общем-то, тоже все очень похоже. Вот, посмотрите, видите, мы, в принципе, с вами смотрим на все то же самое. Это прикольно. Ладно, давайте поедем дальше. Посмотрим, что здесь. Да, здесь действительно есть вот это шоссе. Но ровно там находится. Давайте смотреть, что тут. Давайте заглянем на кладбище. Посмотрим, что из себя представляет здесь кладбище. Очень странное кладбище. Очень странное, но красиво, но странно, но красиво. Оно такое, знаете, как бы непримечательное. Пожарную станцию давайте заоценим, пока у нас дневное время. Потом пойдем по элитной недвижимости. Пожарная станция. Ну, так скажем, ничего особенного, да, на пожарной станции здесь нет. Станция как станция. Здорово, что она здесь есть. Так, и поехали смотреть. О! Давайте заглянем к парню, который живет прямо рядом с пляжем в Санта-Монике. В домик. Посмотрим, что там за квартира у него. Посмотрим, как выглядит эта квартира, вот этого товарища. Ну, я скажу, что здесь ничего, в принципе, я особенного-то не вижу. Да, квартира как квартира. Ничего такого интересного. И сюда отправляемся. Это дом жилой, да. Посмотрите, элитная недвижимость у нас уже идет. Здесь Беварли-Хиллз, Западный Голливуд. Да, два района. Я так понимаю, что они здесь рядышком. Давайте по очереди позаглядываем во все эти виллы. Примерно. Ну да, это элитная недвижимость. Безусловно. Посмотрите, классно. Классно. Давайте здесь посмотрим. Это что такое? Ага. Это уже не похоже на прям элитную недвижимость. Но это, видимо, знаете, такие дома, выставленные на продажу. Да, пустой здесь никто не живет. Наверное, поэтому здесь у нас такой минимум декораций. Давайте посмотрим вот здесь. Прямо у надписи, да, непосредственно домик, как он выглядит внутри. Ну вот, собственно. Красивые элитные дома. Слушайте, мне нравится, но я бы даже сказала, что, может быть, я бы здесь добавила чего-то, да. Как-то чего-то мне не хватает здесь. Если это заселенный дом, мне здесь не хватает чего-то. Ох, смотрите, обсерватория реальная, да, есть обсерватория Гриффит в реальном Лос-Анджелесе. Вот она здесь. И с нее, кстати, должен открываться отличный вид на город. Давайте посмотрим, есть ли здесь отличный вид на город. Да, он есть. Ох, и мы видим остров, на котором мы еще не были. Но обязательно отправимся туда. И давайте посмотрим обсерваторию и потом остров. Прямо пока я про него не забыла. Это здесь у нас как центр искусств, да, то есть как музей представлено. Ага. Ну, отлично. Ну, кстати, неплохо, неплохо сделать это музеем. Неплохая идея. Давайте посмотрим сразу остров, который мы разглядели, находясь на обсерватории. Что здесь есть? Остров Доминикана, серьезно? Пляж. Давайте посмотрим, что. Так, понятно. Зона здесь посидеть, почитать, да. Здесь пляж небольшой. То есть технически сюда могут приезжать какие-то посторонние люди. Это, конечно, не частный остров все-таки. И здесь есть, посмотрите, курортный отель. То есть это отель. Это не дом, это отель. Сюда можно отплыть, видите, и здесь можно отдыхать. Ну, кстати, это классно. Смотрите, отель, блин. О, что это? Как это? Вот. Довольно прикольно выглядит. Интересно. Окей, посмотрели остров. Ну что, может быть, открылись какие-то заведения, которые были для нас закрыты, которые мы не успели посмотреть. Вот здесь, вот здесь, да. Мы же их не посмотрели. Подземелья. Ну, давайте посмотрим, что еще за подземелья. Ну, я правильно понимаю, что нужно низ открывать? Нижний этаж ничего не открывается. Опустить подземелья. Сейчас разберемся, что это такое. Сейчас мы с вами, друзья, узнаем, что здесь скрывается вот в этих барах от нас, да. И пока давайте посмотрим вот это вот место для рыбной ловли. Оно же парк, да. Довольно классно парк выглядит. Мне нравится. Такой ненавязчивый на возвышенности. И действительно, вот, похоже, похоже это на то, что ты видишь, вот, когда там в то же самое GTA 5 играешь, да. Холм Гризли. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, Холм Гризли. Смотрите, такая зона для того, чтобы здесь, да, могли находиться туристы. И посмотрите, а здесь есть тоже небольшой курорт. То есть, можно сюда выехать из города, да, и вот здесь попутешествовать, погулять, поисследовать. Давайте заглянем на сам курорт, как он выглядит, пока наш товарищ едет в бар. Ну, вот, посмотрите, что здесь. Открывается что-то? Кроме туалетов что-то открывается? Нет? Какие-то номера открываются, да. Вот это. Люк столько, да, мы можем открыть. А, это даже не люкс, посмотрите, это ресепшн. И там же можно покушать. Здесь, видите, только вот эти кабинки для сна. В них мы не можем заглянуть. Обратите внимание, у нас есть реплейс для, ну, замена для такси дефолтная. У нас такси ездят другого цвета здесь. Мужчина наш приехал в бар. Давайте посмотрим, что это за подземелье такое. Ой. Ни фига себе. Вот это подземелье. Это что? Welcome to hell? Добро пожаловать в ад? Что это за подземелье? Вы это видите вообще? Ааа, какой клуб ужасный. Не, он прикольно, конечно, выглядит. Ну, интересно, оригинально. Но, честно скажу, такая атмосфера, знаете, специфическая. Давайте заглянем сюда, если мы еще не заглянем. Вы видите это? Ничего себе. Вот это разнообразие здесь, конечно, мест для развлечения. Представляете? Какая красота. И это все, да, в таком обычном здании. Ничего себе. Да. Это, конечно, здесь внутри очень интересно все. Давайте посмотрим. Вот здесь есть какой-то клуб. Смотрите на причале, да, здесь, наверное, что-то очень индустриальное будет, хотела я сказать. Слушайте, как классно. Мне нравится. Ну-ка. Ааа, давайте заглянем внутрь поскорее же. Как здесь в складах, да, вот в этих вот промышленный такой индустриальный стиль выдержан. Как это все, как клуб выглядит. Посмотрите, какой второй этаж интересный. Вот эти металлические поручни здесь. Как классно. Нет, конечно, развлечений здесь очень много всяких самых разных. Давайте заглядывать. Так, мусорную свалку мы с вами видели. Давайте заглядывать дальше, где мы еще не смотрели. Вот здесь есть страховой центр на всякий случай. Серьезно? Это же библиотека, нет? А как это? Не поняла. Ааа, это вот здесь, да? Давайте-ка покрутим, что это. То есть здесь как библиотека, да, она оформлена как страховой центр. Серьезно? А что наверху? Смотрите, как офисное помещение, да, сделано. Понятно. Ну, больница, кроличья нора. Окей. Давайте посмотрим, что мы еще не видели. Куда мы здесь не заглядывали в центре. Понятно, что здесь очень много недвижимости. Очень много. Просто огромное количество. Давайте рандомно заглянем в домики. Например, вот в этот. Все я не буду смотреть. Мы не успеем. Ну, я хочу сказать, что мне здесь сами дома внутри не очень даже как-то нравятся. Поэтому, наверное, я не горю желанием их все разглядывать. Я не могу сказать, что они прямо поражают воображение, да, или что-то такое, да, какой-то там вызывают щенячий восторг. Они обычные, да. Они обычные. Дома могли бы, ну, как бы быть хуже, могли быть лучше. Но эти обычные, они как бы вот такие средненькие, да. Наполнены разнообразно. На этом спасибо, что не повторяются интерьеры. Я считаю, что этого достаточно. Зато здесь очень крутые общественные места. И, по-моему, вот это как раз таки самое важное, да. Ну, а то, что здесь дома, так где-то, да, не заполнены. Я думаю, что вы будете играть, если самостоятельно вы прекрасно с этой задачей справитесь. И сделаете дома такими, какими вам хочется их видеть. Посмотрите, здесь опять какой-то, да, стадион. Рядом школа, то есть стадион при школе. И что еще мы можем посмотреть тут? Так, это мы видели. Давайте отправимся теперь вот сюда, на выезде с даунтауна. Мы видим здесь научный центр. И рядом с ним есть еще два таких домика. То есть на выезде из города, да, формально они находятся. Давайте посмотрим внутрь, что здесь. Ага. И заглянем в соседний дом. Тоже плоский, да, обратите внимание. Все домики такие достаточно невысокие. Здесь живет у нас вот эта огромная просто семья. Кажется, фамилия у них из парса, да. Посмотрите, какой у них дом. Ха-ха. Окей. Три машины, да. Три машины. О, дождь пошел. Хе-хе. Дождь пошел. Я не удивлена. Ну, раз у нас стемнело, я предлагаю посмотреть вот этот элитный комплекс. Посмотрите, он освещенный. Я думаю, что мы не... У нас впечатление не испортится, если мы будем его смотреть в вечернее время. Даже, может быть, это будет красивее, чем в дневное. Посмотрите, это поля для гольфа, друзья. Да, здесь есть и вода, и поля для гольфа. Реально, посмотрите, здесь можно играть в гольф. Видите? Давайте отправимся к жилым участкам. Смотрите, здесь гольф, да. Я так понимаю, что на каждом вот этом поле можно играть в гольф. Да-да-да, вот видите, стоит вот этот вот... Как это называется, забыла. Вот это вот оборудование для игры в гольф здесь размещено. Так, давайте скорее же смотреть домики. Здесь у нас пустые дома и два заселенных. Мне вот интересно, они все одинаковые? Они же, ну, одинаковые застройки. Или все-таки внутри они будут отличаться? Давайте посмотрим. Похоже, да, но, по-моему, они отличаются. Не понимаю. Хэй, не понимаю. Нет, они похожи. Мне кажется, они даже сильно не отличаются. Ну, либо вообще одинаковые. Давайте заглянем на курорт. Курортный участок, да. Что здесь, посмотрите, тоже теннисный корт, да, имеет место быть. И внутри, что нас ждет внутри. Ага, здесь, я так понимаю, зона для отдыха гостей, да, которые посещают этот курорт. Все необходимые для них есть активности. А это, я так понимаю, жилая зона, да. Здесь можно комплексы, процедуры, массаж. А где жить-то? А жить где? А как это? Посетить, въехать. Комната в башне. Я, наверное, чего-то не вижу, да. Но я так понимаю, что здесь есть только крыльчья нора, да, для вселения. То есть здесь нет номеров каких-то, чтобы мы могли в них заглянуть и посмотреть. Окей, я поняла. А что вот это такое? Это просто декоративный момент, да, вдоль шоссе. Здесь можно вот это все посмотреть. И мы прибыли в зону, где у нас виноградники, друзья. Давайте смотрим на эти виноградники. Я слышу коней. Здесь все подсвечено. Я думаю, что мы можем и в это время суток здесь понаблюдать. Посмотрите, какая красота. Это что, место для проведения свадеб? Серьезно? Прикольно. Конный центр, да, я так понимаю. И жилой дом. Здесь живет какая-то семья. Давайте заглянем внутрь. Что здесь? Свет. Какой милый, уютный домик, посмотрите. Даже такое ощущение, что как будто мы попали в какую-то французскую провинцию вдруг резко, да? А настолько вот эти виноградники, они ассоциируются с Францией почему-то, что вот такая как-то вот атмосфера здесь сохраняется. А что здесь? Ну все, атмосфера закончилась. Давайте смотреть сам нектарник. Сам нектарник. Посмотрим, тоже здесь вот выращивают виноград. Это мы видели. И заглянем сюда. То я как-то так уехала с нектарника смотреть дом жилой. Обратите внимание, красиво. Но, в общем, да, такого ничего прям нет, что поражало бы воображение. Забегаловки, две магазины, бар, да. Бар, конечно же, вечернее время. Давайте поглядим. Что здесь за бар такой? О, миленько. И вы смотрите, какие зеркала в туалете, да? А, какие раковины? А, ну да, точно. Это же как бы, да, на отшибе мы находимся. В принципе, неудивительно, что это выглядит так. О, трейлерный парк, друзья, посмотрите. Самый настоящий трейлерный парк. Причем здесь четыре участка. Да, вот этот и вот этот. Вот этот и вот этот. Они пустые. То есть можно сюда заселиться. А вот этот и вот этот участки, они заняты. Здесь живут другие симы. Давайте заглянем внутрь. Ага, здесь, смотрите, есть станок для изобретателя. Давайте заглянем в пустой трейлер. О, какой он милый. Какой он милый. Здесь тоже кто-то живет, да? Собаку вижу. Собаку. Ну, мне нравится, как оформлено трейлер. Внутрь, посмотрите, собака легла спать. Киллер зовут собаку. Ну, ешкин, так вот. И сюда посмотрим. Сюда тоже можно заселиться. В общем, что я вижу в этом городке, да? Во-первых, я вижу здесь потенциал для самого разнообразного отыгрыша, да? То есть, когда мы вначале слышим о том, что только вам решать, кто вы и какой будет ваша история, да? Это же, собственно, фраза написана, когда мы читаем описание городка, да? Нас не обманывают. Мы действительно можем с вами решить, за кого и что конкретно мы будем здесь отыгрывать, какую жизнь мы будем проживать, да? Будет это какой-то малообеспеченный, знаю, там, мексиканец с окраины? Или это будет успешная кинозвезда, которая сделала свою карьеру? Или наоборот, мы будем идти к славе, да, с нуля? Может быть, делать карьеру в области шоу-бизнеса, да? Что-то такое. То есть, мы сами решаем, что мы будем делать в этом замечательном городе. Нам здесь дается возможность реализовать свою мечту, да? Ну, что хочу сказать. Мне кажется, здесь получилось у автора, получилось, вы знаете, передать атмосферу. Давайте покатаемся по ночному городу и посмотрим. Получилось. Вы смотрите, даже вот это шоссе, вы знаете, когда я изначально смотрела на город, мне показалась, вот эта текстура для дороги, она, ну, не очень подходящей. Но сейчас я смотрю и понимаю, что у них там весь город изрезан этими хайвеями, и там есть шестиполосные. И, в общем-то, если мы будем говорить о том, что это так показана многополосность, то, да, я, пожалуй, с этим решением соглашусь. То есть, если это те самые многополосные хайвеи, да, почему бы им и не выглядеть так? Так, ну вот, город прикольный, разнообразный, разносторонний. В нем есть все для реализации любых, наверное, ваших фантазий, да? А также, ну, реально, в этом городе крутятся огромные деньги. Здесь дорогое жилье, дорогие машины. И все это на контрастах, да, к блеске нищета, да. Ну что ж, друзья, я думала, мы на этом будем заканчивать обзор этого замечательного городка. Обратите внимание, вот сейчас я еду камерой для вас, да, и обратите внимание, меня немножечко подлагивает. То есть, несмотря на то, что игру я чистила, да, помните о том, что есть разные версии, и вы можете выбрать под свой собственный ПК. Единственное, что это будет не русифицированная, возможно, версия. То есть, если вы возьмете не вот этот вот русифицированный Island Paradise, а возьмете там Showtime, или возьмете в Сумерках, или возьмете маленький Angel City, облегченную версию, да, Лос-Онегаса для своей игры, и будете играть в него, потому что, ну, город-то, в принципе, идея города, в принципе, везде одна и та же. Другой вопрос, что немножечко он отличается. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы были со мной во время этого обзора, за то, что вместе со мной путешествовали по этому замечательному городу. Я желаю вам комфортной и интересной в нем игры, ну, в нем или в одной из его версий. Надеюсь, у вас все получится, и никаких проблем с этим не будет. Пишите свое умение в комментариях, кто уже играл в этом городке, кто только хочет в нем поиграть, как вам вообще впечатление, что вы думаете об этом, понравилось, не понравилось. Похоже, не похоже, может быть, кто-то был в реальном Лос-Анджелесе. Мне кажется, что похоже. Знаете, я даже вчера скачивала себе GTA 5, GTA 3 заходила у меня установленная, каталась на машине по одному, по второму городу, смотрела, ведь с Лос-Антоса, с Сан-Андреса, они тоже сделаны в основу. Лег Лос-Анджелес, да, для их создания. Смотрела, проникалась атмосфера, смотрела кучу роликов. Я надеюсь, этот обзор был для вас полезен и интересен. На этом все, друзья. Всем пока-пока.